Надумала. Пиво. Милкшейк. Очень важная информация для вас. Здесь реально можно накормить ссору солдат. Чем слаще фрукт, тем более чем в нем сахаром. Как мне очистить организм? Для того, чтобы похорошела от пива, как правило, нужно, если есть выбор, взять что-то более-менее полезное, пожалуйста, делайте это. Нет, это не для меня. Представьте, насколько сильно вы будете жалеть. Всем привет! Ну что, в своем инстаграм буквально недавно я сказала, что видео про покупки будут. Я сегодня встала и такая думаю, блин, у меня вообще в холодильнике просто реально почти ничего нет. Давайте мы с вами начнем. Во-первых, собственно, зачем я тоже ехала? Это каенский острый перец. Я обожаю острые перцы, но не часто себе позволяю, потому что все-таки острое в большом количестве может, естественно, раздражать стенки желудка и, в общем-то, не совсем благоприятно действовать на ваше состояние здоровья, пищеварение и так далее. Ну, просто я очень люблю, например, если я делаю буррито какие-то, да, или, ну, ПП, естественно, рецепт, который у меня уже есть на канале. Ссылочки все будут внизу в описании под роликом. То я всегда себе добавляю. Муж отказывается. Во-вторых, сельдерей. Я в последнее время просто дико подсела на сельдерей. Смотрите, сколько я их купила. Аж 4 упаковки. Мою, режу. Во-первых, в нем огромное количество воды, то есть заполняет желудок и реально вам меньше хочется есть. Это просто мега супер лайфхак, поэтому пользуйтесь. Очень полезно. Во-вторых, в нем просто безумно крутая в классных количествах клетчатка. Там очень много волокон, которые помогают переваривать все наше вот там вот внутри, очищать организм. Как мне очистить организм, какие мне таблетки попринимать, какие препараты, какие БАДы, какие там еще там травушку-муравушку, все дела. Ничего вам вообще этого не надо. У нас организм не тупой. Нет, у нас организм очень сложная, но очень умная штуковина. Поэтому кормите его правильными продуктами, кормите его правильной клетчаткой в должном количестве. И у вас он сам все прекрасно переварит. И он сам у вас прекрасно очистится, если вы будете соблюдать определенные правила, я уже сказала, какие. Зачем я поехала еще? Самое главное это. Я тут недавно, знаете, я вообще... Теда в последнее время очень плохо мне засыпается, но не потому, что я спать не хочу, а потому, что я думаю, что бы еще такого интересного вам приготовить. Да, в меню на разную калорийность. И я тут, значит, надумала. Поехала я за голенью индейки. Килограмм 65 грамм. Здесь у меня еще... Я так в прикуску еще взяла стейк грудки. Ну, грудка это понятное дело. Я ее буду делать в своем маринаде. Что-то 100 лет его уже не делала. Просто стейк грудки и здесь вот несколько кусочков. Сейчас вообще в последнее время беру именно индейки, потому что они такие прям, не знаю, но они... Она вкусная, реально. Брала также у них там что-то медальоны есть, фарш есть из индейки. Короче, вот у них реально все вкусное. И в следующем ролике как раз-таки я вам покажу, что я из нее сделаю. Короче, я ее буду запекать. Вообще не просто так. Я, в общем, буду с ней делать волшебство. Просто вы представляете? Она просто гигантская. Видите, я так рада вообще не могу. Так, следующее, что я взяла, это вот такие вот филе янтарной рыбки. Это те, кто смотрит меня давно, знают, что это вообще моя боль. Просто реально. Я как человек очень сильно просто, катастрофически сильно склонна к отекам. И вот это мне просто есть, ну категорически нельзя. Но я настолько сильно люблю соленое, что иногда я себе позволяю. Раньше я обожала колбасу. Знаете, вот меня просто хлебом не корми. Все, колбаса для меня это было просто все вообще. Я чуть ли там не молилась на эту колбасу. Благо, все это у меня в прошлом. Вот такие вот попробовать. Борилла, конечно, было подороже. Вот это вот подешевле. Но, короче, все у меня здесь. Ммм, рыбка. Честно, взяла просто попробовать вот эти вот с яйцом. Вот эти вот самые обычные из твердых сортов пшеницы. Здесь еще яичко добавлено. Вот. Поэтому, короче, буду делать. Опять же, у меня просто какие-то сверхмысли по поводу того, что же еще такого полезного приготовить, вкусного, легкого и простого. Потому что, блин, вот реально в моих блюдах столько простоты и легкости. Я терпеть не могу часами стоять у плиты. Нет, это не для меня. Вот. Поэтому у меня все рецепты очень простые. Все схвачено. Так, взяла перчик. Просто один перчик. Я в последнее время подсъела тоже на мой завтрак из яйца, перца, помидора. Буквально недавно на 1300 калорий я вам показывала его. Это просто фантастика. Это лосось, который я всегда солю. Кстати говоря, в последнее время участились случаи вопросов, как я его храню вообще. Потому что я солю его в довольно маленьком количестве соли и совершенно без сахара. То есть, получается, консервантов как таковых там практически нет. Получается очень нежно. Я беру всегда фарерские острова. У меня здесь 1 килограмм 116 граммов. И ведь, правда, я беру такие довольно большие куски. И при этом при всем, то есть, понятное дело, что сама их съесть не могу. Так вот, я делаю на всю семью. Она лежит примерно 4-5, ну максимум 6 дней. В принципе, можно, ну через 6 дней я все-таки уже стала бы от нее избавляться. Посредством еды, конечно, такую рыбу невозможно просто не съесть. Вот. И я это делаю на всю свою семью. Часть я оставляю себе, часть я даю родителям, часть я, естественно, отношу к бабушке. Поэтому моя семья вся получает правильные, полезные омеги, жирные кислоты и вообще всю пользу красной рыбы. Поэтому тоже обращайте на это внимание. Покупайте сразу много, засаливайте и угощайте своих родных, близких, друзей. Потому что доброта, она, это всегда вообще-то хорошо, и она к вам вернется. Ну не могла я не взять эту форель. У меня это карельская форелька. Она такая большая. Здесь у меня 1 килограмм 482 грамма. И я хочу ее запечь. Если сегодня завтра к нам придут гости. Кстати говоря, стоила она 740 рублей. То есть здесь реально можно накормить свору солдат. Ну, может, конечно, не солдат, но свору друзей точно можно накормить. Осталась я без черешни, потому что я просто не была во вкус виде. Короче, честно говоря, сначала расстроилась, но недолго я расстраивалась, потому что накупила 2 гигантских просто пакета. Чтобы сказать, что гигантских вообще ничего не сказать. И я на самом деле очень сильно негодую по поводу того, что, например, вот я живу в городе чудесном, замечательном, небольшом подмосковном городе Электросталь. Это 40 километров от МКАД. И я, честно говоря, вообще недоумеваю, почему классные магазины, типа, ну, знаете, такие огромные супермаркеты, гипермаркеты, там, не знаю, там, те же самые, там, Сбербанк эти сейчас доставки какие-то, фуды вот эти вот, что там еще. Ну, короче, вот эти вот эко-грин какие-то магазины, которые есть в Москве, не привозят нам ничего. То есть как бы мне хотелось заказать какую-нибудь классную доставку, чтобы прям вот мне привезли все самое-прямо-самое-самое с ферм, там, с хозяйств каких-нибудь. Если вы знаете вообще такие магазины, которые привезут за 40 километров от Москвы, пожалуйста, скажите мне. Самое главное, чтобы это были прям классные, свежие действительно продукты, не тухляк, и, в общем, чтобы это прям вот реально прям такие экологически чистые продукты. Короче, если знаете, не держите все в себе. Вот я с вами всегда делюсь, я, между прочим, не сотрудничаю ни с Глобусом, ни с Вкусвиллом, все это я покупаю сама. Купила я вот такую вот руколу, смотрите, какая она классная, такая свежая, просто мне кажется, я сегодня приехала просто в какой-то пик раскладки продуктов. Я заехала, вообще, я там накупила еще тысячу миллионов моих хлебов, хлебов, которые я храню в морозилке, и спрашивают у меня в личку в Инстаграме, в Директ, подписывайтесь, вот здесь вот оставлю, и ссылочку внизу под роликом тоже оставлю, потому что у меня там влоги, я выкладываю, чем я питаюсь, завтраки, обеды, ужины, короче, вообще там просто куча всего. Я решила разграничить эти две социальные сети, Ютуб и Инстаграм, поэтому у меня совершенно, ну, разные, можно сказать, там, то есть здесь у меня в основном по КБЖУ какие-то меню, меню на день, покупки продуктов и так далее, а там у меня все-таки уже вот завтрак, вот обед, вот он ужин, то есть и влоги посредством сториз, поэтому обязательно заходите, там очень-очень интересно. Вот, и, короче, так как у меня огромное количество новых моих зрителей, сразу я вам покажу. Беру всегда цельный зерновой хлеб, у них там есть жидный, и есть у них вот такой вот целебный с цикорием, мой любимый целебный с цикорием. И очень часто, когда я туда, например, приезжаю в этот магазин где-то, ну, вот, после, там, четырех, например, вечера уж, тем более, там, пяти-шести часов вечера, этот хлеб просто раскупают весь. И когда я попадаю, то есть если я, например, утром приезжаю за этим хлебом, если вот попадаю на него, то есть сейчас у меня, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Срок годности такого хлеба четверо суток, то есть понятное дело, что восемь хлебов я сразу не съем, поэтому у меня есть великолепная гигантская морозилка, в которой этот хлеб лежит и месяц, и два, и три может спокойно пролежать. А когда мне понадобится хлеб, например, вечером, я знаю, что утром я буду есть этот хлеб, я просто из морозилки перекладываю его в холодильник в течение всей ночи, он размораживается, и на утро я ем свежий, классный, чудесно вкусный хлеб. Если мне не хочется, например, просто или там я забыла переложить его в холодильник, нарезанный, я просто отковыриваю пару кусочков, там или один, сколько мне нужно по моему кабыжу, и просто ставлю либо на разморозку, либо на подогрев в микроволновку. Можно поставить в духовку, и у вас просто потрясающе вкусный, ароматный, свежий хлеб готов. Так, Сашульке взяла побаловаться пиво. Милкшейк. Очень важная информация для вас. Раз уж я приобрела сей напиток, я тоже с вами хочу поговорить. Естественно, если вам нет 21 и 18 лет, то, конечно же, это вообще не ваша тема, лучше вообще алкоголь ни в коем виде не употреблять. Но есть такая фишка. Милкшейк написано, что в составе здесь вода, подготовленная солод, ячменный пивоваренный, хмель, дрожжи пивные и лактоза. Я призываю вас, если вы хотите расслабиться, вы все взрослые люди, ну, те, кто не взрослые, понятно. Пожалуйста, выбирайте все-таки напитки по составу, по кабажу, по правильному составу. Даже то же самое, например, вино. Выбирайте сухое. Выбираю, например, какой-то пивной, там, да, вот пиво, например, да, выбирайте, чтобы он был безлактозный, потому что лактоза это сахар. Это добавление к вашему рациону лишнего сахара, который не откладывается нигде, кроме жира, кроме вот этих вот складок на животе. Поэтому давайте мы все вместе с вами будем разумнее подходить даже к алкогольным напиткам. Все понятно, некоторым хочется расслабиться, конечно же. Порой у нас есть, там, не знаю, какие-то застолья, праздники, еще там что-то, но давайте все-таки держать себя в руках и не пить, а вы что? Ваш организм не мусорка, поэтому мужу купила, любит, имеет право, шикарный метаболизм и, естественно, в правильных нормальных количествах. 50 килокалорий, здесь 500 миллилитров, 50 умножить на 5, это 250 калорий. 250 калорий это как само по себе, как бы не очень мало, ладно, хорошо, одну выпили, ладно, хорошо, еще немножечко выпили. Но если вы еще и есть с этим что-нибудь будете, а, как правило, едят что-нибудь такое, чипсы, соломка, сухарики, вы представляете, сколько лишних калорий. И пиво, на самом деле, это очень-очень такой коварный продукт, потому что, если, например, вы выпили бокал вина и вам похорошело и все нормально, как бы, да, типа и по калориям как бы не сильно много выпили, то для того, чтобы похорошело от пива, как правило, нужно 2, а то и 3, а некоторым и больше вот таких вот целиковых полулитровых баночки. В каждой баночке 250 калорий в среднем. Представляете, выпили 2, а уже 500, а, например, норма, там, 1200 калорий. И что, ну, вы же еще ели в течение всего дня, да, то есть подумайте, задумайтесь над этим. Посоветовали мне там консультанты, продавцы взять у них клубничку, очень такая суперароматная, просто вот реально как, как взгляну. Взяла вот такие котлетки овощные с кабачками и капустой, уже не один раз я вам их советовала, просто потрясающе вкусные. Я просто, я не могу передать вообще. Единственное, что их все-таки лучше запекать, то есть не жарить на большом количестве масла, они сами по себе в кляре и сами по себе такие не совсем диетические вообще продукты. Но если его еще и жарить в масле, то есть получаете прям мега жирно, то есть прям вот хлещет масло из них. Вот, поэтому я попробую их сейчас запечь. Сама я такие вещи не ем, потому что, ну, уж слишком, ну, очень жирно. Вот, так и не успела я его съесть, прям торопилась домой, потому что скоро придет Саша с работы, вот, а мне еще нужно вам это видео снять. Вот такой вот у меня бутер с тунцом, тоже там взяла, это готовый продукт. Здесь 95 грамм, то есть получается на 100 грамм, здесь белков 10 жиров, 8, углеводов 25, в том числе сахара 1. Энергетическая ценность 214 калорий. Идеальный перекус, просто идеальный перекус, поэтому даже если вы в дороге, даже если вы где-то там что-то там. Сейчас огромное количество магазинов, которые делают собственную продукцию, которые делают собственную вкусную продукцию, и, естественно, очень часто, например, в тот же самый там Глобус, Вкус Вилл, Окей, в общем, в какие магазины вот такие вот особенно большие, ну, естественно, не только большие я заезжаю, везде есть какая-то определенная продукция, которая уже готова, и которая довольно диетичная и правильная. То есть есть как бы просто обычная, жирная, сладкая, еще там что-то, а есть реально полезные продукты, которые вы можете взять. Поэтому если есть выбор взять что-то более-менее полезное, пожалуйста, делайте это. В тему клубнички взяла еще малину, в тот раз брала прям, ну, очень вкусная. Она прям такая, знаете, ягод как ягодки. Я добавляю такие вещи в творог, то есть я вообще в последнее время очень редко покупаю именно фрукты, но уж больно много там фруктозы, понятное дело, что в ягодах тоже как бы, да, чем слаще фрукт, тем более чем в нем сахара. Фруктоза, глюкоза, сахароза, все это сахар, независимо от того, откуда вы его взяли. Поэтому большое количество фруктов, большое количество ягод я тоже не рекомендую, всему нужно знать меру. Мягкий сыр Буратта. Внутри, по идее, такой я здесь вот оставлю картинку, как это по идее должно выглядеть, я надеюсь, что здесь как бы все, ну, так и будет. Это такой сверточек сыра, внутри которого находится что-то типа сливок. Мне прям очень интересно, я как просто фанатик сыра, от которого я тоже часто отказываюсь, потому что это тоже жир, то есть я могу там съесть, опять же, в пределах своих кабыжу. То есть нужно понимать, что очень много даже самых полезных продуктов есть ни в коем случае нельзя. Люблю я покупать вот такие вот сырники из сыра рикотта у них есть и сырники творожные. Ну, они прям очень вкусные. У меня муж с огромным удовольствием. Я сама дома сырники ем, конечно, я сама дома сырники делаю, но это бывает прям очень редко. У меня заканчивается обезжиренный творог. Обезжиренный беру, потому что мне просто нравится вкус вот этот немножечко с кислинкой именно обезжиренного творога. Если вы едите там 2-5% классно, все-таки 9% с ним прям поосторожнее. Иногда крышу сносит, но я стараюсь все-таки держать себя в руках. На самом деле, когда ты в меру покупаешь что-то неполезное, то есть ты на это дело смотришь, и ты понимаешь, что как бы если ты сейчас это возьмешь, будешь еще как минимум неделю, наверное, сожалеть, да? Ну, тем более там через час, когда пройдет вот это, вот знаете, насыщение, такое, ааа, там типа я съела шоколадку, да? И потом что начинается? Ой, блин, сволочь, я вот столько сил потратила на все это, вот как же я вот себя приводила в порядок и тут сорвалась. Вам оно надо, просто представьте, насколько сильно вы будете жалеть после этого, и съешьте что-нибудь, не знаю. Сельдерей. Сметана 15%, это я буду как раз использовать, будет очень вкусно, так что призываю вас смотреть мой следующий ролик. Цельнозерновой ржано-пшеничный бездрожжевой, здесь, конечно, он просто реально как кирпич, вот такой вот тоже на пробу взяла, он тут с какими-то семечками, вот, так что будем пробовать. Авокадо Хаас, такие классные, они такие, причем там было два ценника, авокадо Хаас и авокадо Хаас большие, ну типа там какие-то увеличенного, размера, в общем, я ее смотрю, они вообще одинаковые лежат, думаю, ну ладно, что, переплачивать взяла, короче, четыре штучки вот таких вот, обожаю авокадо, не могу. Подписывайтесь на мой канал, конечно же, ставьте колокольчик уведомления, для того, чтобы не пропустить мои следующие ролики, подписывайтесь на меня в инстаграм, потому что там прям, ну, очень много всего интересного, и сейчас будут проходить конкурсы различные, короче, ну, люблю, целую, будьте здоровы, счастливы и красивы, и худейте правильно. Продолжение следует...